друзья вы давно просили показать более подробно как на телефоне тонировать фотографию с использованием тоновой кривой и вот такой урок подъехал выгружаю как говорится забирайте и снимок с которым мы сегодня будем работать выбрать неспроста он настолько гибкий даже к малейшим изменениям в кривых что мой выбор пал именно на него и для этого урока я вам настоятельно рекомендую скачать фотографию которую я буду сейчас обрабатывать она будет доступна по ссылке под видео и так друзья перед тем как работать кривой давайте мы с вами создадим скажем так фундамент для нашей обработки для этого идем в свет контрастность убираем примерно где-то на минус 42 светлой области полностью минус 100 тени убираем где-то примерно на плюс 80 белые подвинем влево примерно на минус 45 черный вправо примерно на 60 сделаем экспозицию вправо на 02 чуть-чуть посветлее у нас получилась вот такая вот светлая непонятная фотография и теперь мы будем работать с ней в кривых и так переходим в кривые в нижней панельки мы с вами видим четыре кругляшка белый красный зеленый и синий красный зеленый синий это у нас как раз есть каналы rgb red green blue а белый канал rgb он и объединяет себя все три цвета и отвечает за регулировку яркости и пока наша кривая еще не кривая она пока еще прямая и самая нижняя с левая . это самый темный пиксель он называется . черного а самая верхняя . справа это самый светлый пиксель и он называется . белого если мы будем с вами каким-то образом менять нашу кривую то мы будем воздействовать на те или иные области изображения и на кривой света теневой рисунок меняется от нижней точки черного до более светлых оттенков в середине находятся средние тона здесь средний светлые здесь самые светлые участки если мы с вами вот эту вот прямую будем изгибать например вверх то мы соответственно все наши пиксели будем переводить более светлый сегмент фотография будет становиться более светлой а если будем двигать вниз то наша фотография будет становиться темный потому что мы все пиксели на этом изображении вот здесь вот перенесли на более темные участки ну как нам используя эти знания делать фотографию более контрастную и более красивую для того чтобы повысить контраст любой фотографии для этого точку в средних светлых участках поднимают немного вверх а точку в средних темных участках немного вниз и вот даже вот такой вот легкое значение с образной кривой с образная она называется потому что она похожа на английскую букву с и это самая частая форма которую используют в кривых при обработке и вот друзья но если мы с вами точку черного поднимем немного вверх то мы получим такую легкую винтажность в изображении наши тени станут более воздушными более легкими и более бархатистыми а если мы опустим точку белого вниз вот таким вот образом то мы тем самым уменьшим свечение белых пикселей именно таким образом добиваются кинематографичной картинки давайте мы так сильно применять конечно же не будем повысим немного контраст пожалуй вот таким вот образом давайте посмотрим какая фотография была до применения кривой rgb и какая стала после согласитесь разница огромная теперь давайте перейдем в следующий канал итак у нас по порядку красный канал в красном канале мы видим абсолютно такую же прямую здесь также есть точка черного и . белого только здесь эти точки отвечают не только за свет но и за цвет если мы с вами прямую выгоним вот в эту сторону вверх то мы получим красное тонирование изображения если передвинем вниз то мы получим с вами вот такой вот холодный зеленый даже циановый цвет и таким образом друзья можно в тени добавлять вот этого самого цианово оттенка именно в тени для этого мы делаем просто навсего всего лишь такую же с-образную кривую и теперь средних светлых участках мы с вами можем воздействовать на светлые области изображения вот обратите внимание рюкзак и свет который пробивается среди тучки видите как он становится более красным более красивым вот здесь можно отрегулировать но нас с вами интересует все изображение не только светлые участки больше интереснее даже работать с темными и средними участками изображения потому что там не всегда содержится цвет как вы знаете асфальт галька и так далее не всегда такие красивые как например закат и поэтому здесь можно за счет кривых получать достаточно интересное сочетание цветов давайте мы перейдем с вами следующий канал в зеленый и посмотрим на что влияет он тоже самое . черного внизу . белого сверху и здесь также содержится цвет и так вверх у нас вот такой вот яркий желтый цвет а суда вот такой вот фиолетовый и теперь друзья мы сможем в нашей темной области добавить легких фиолетовых оттенков и когда мы с вами смешали в средних оттенках аквамарин с фиолетовым мы получили вот такой вот синий интересный цвет и теперь если мы будем вот эту точку отклонять мы будем получать больше фиолетовых оттенках именно в темных участках изображения а если будем двигать вверх то на место этого цвета будет постепенно приходить наши зеленый наша комариновый циановый оттенок вот таким вот образом но давайте мы пока сделаем примерно их одинаковыми вот такими и перейдем в следующий канал синий в синем канале то же самое . черного . белого тянем вверх получаем синий цвет тянем вниз получаем желтый цвет если вы обратите внимание на гальку сейчас она холодная и имеет синие оттенки если мы с вами будем двигать нашу кривую вот сюда то видите галька становится более теплой холодная теплая давайте мы с вами подберем такое вот нейтральное положение при котором мы получим более интересный красивый цвет теперь давайте посмотрим что будет происходить если мы будем с вами двигать нашу кривую в светлых и средних участках кривой и так как вы помните сверху у нас синий снизу теплый прошу вас обратить внимание вот на эту область изображения и так давайте еще раз вот смотрите как вот эти светлые области окрашиваются в желтый цвет обязательно учитывайте эти особенности кривой когда вы обрабатываете свое изображение таким образом и загнув в ту или иную сторону вы можете получить дополнительный цвет которого вроде бы и не было во время съемки если вы нижнюю точку черного но только в синем канале поднимите немного вверх вы в самых темных участках изображения сможете получить красивые синие оттенки но не злоупотреблять этим иначе вы можете получить очень нереалистичное изображение совсем чуть-чуть чуть-чуть теперь друзья для того чтобы доработать изображение можно перейти в каждый канал и слегка подвигов вот эти вот кривые получить именно те оттенки которые нам нужны и так когда мы двигаем вот эту вот точку да мы обращаем внимание на гальку и мы можем получить как вы видите вот совершенно разные оттенки изображения когда мы двигаем среднюю точку то у нас уже меньше влияние оказывается на гальку да а больше воздействия оказывается на облака поэтому здесь мы с вами сможем покрасить уже облака добавить в них либо фиолетовых оттенков либо слегка оцианового оттенка и вот синий друзьям и обратите внимание у нас каким образом фотография может становиться либо более холодный либо более теплой я хочу добавить средних тонах слегка теплых оттенков чтобы получить вот такой вот закатный теплый рисунок все друзья на этом бы я остановился меня здесь все абсолютно устраивает поэтому я кликаю готова давайте посмотрим какая фотография у нас была до ретуши кривыми и какая стала после ретуши кривыми но это друзья еще не все когда вы во всех четырех каналах сделали с образную кривую у вас повышается не просто контраст изображения но и цветовой контраст все ваши цвета становятся наиболее яркими насыщенными и разнообразными и если например в данном случае для нашей гальки это очень хорошо потому что здесь появился разнообразный цвет то для рюкзака это не очень хорошо он стал прям таким ну неестественно ярким как будто светящимся давайте мы этот момент поправим итак мы переходим в цвет давайте мы переходим сразу в смешение цветов красный цвет убавляем насыщенность делаем его слегка потемнее все цвета мы здесь затрагивать не будем у нас здесь есть еще оранжевый цвет также отвечает не только за рюкзак но и за за лучи солнца которые отражаются вот в полоске между землей и небом и в некоторых местах которые просвечиваются средь облаков давайте мы сделаем более красивый вот такой вот персиковый оттенок у оранжевого цвета теперь перейдем желтый желтый также можно сделать более красноватым передвинув его влево насыщенность я здесь трогать не буду зеленого у меня нет аквамарин давайте посмотрим аквамарина тоже нет итак друзья теперь давайте увеличим изображение я всегда обращаю внимание на черный в данном случае у меня на черном появились какие-то легкие фиолетовые оттенки вот здесь на самом деле крышечка у термоса тоже фиолетовая но это выглядит не очень как бы чисто поэтому давайте мы поработаем с этими цветами и так давайте перейдем фиолетовый добавим мы сюда немного синего и уберем насыщенность так теперь малиновый и насыщенность вот так мне кажется что черный стал более благородной более интересной все друзья кликаем готова в этой фотографии мне еще не хватает структурки но мы структурку будем добавлять не здесь а в снапсид поэтому сохраняем фотографию и открываем ее снапсид итак друзья наша фотография открыта снапсид идем в инструменты идем эффект hdr выбираем сильно введем в настройки и понижаем фильтр где-то примерно вот 10 мне будет достаточно кликаем галочку идем в инструменты идем в резкость добавляем структуры где-то примерно 24 25 и немного резкости я думаю что этого будет достаточно кликаем галочку далее идем в инструменты выбираем винтаж здесь мне нравится 12 пресет он немного нейтрализует лишние всякие грязные оттенки но в таком виде мы оставлять не будем идем в настройки давайте мы с вами убавим немножко виньетку и подрегулируем яркость стиля не сильно вот так вот на 8 будет достаточно кликаем галочку и так друзья финальная обработка фотографий идем инструменты идем в коррекции давайте поработаем со светлыми и с темными участками и так нам нужны светлые участки я их сделаю слегка посветлее теперь идем в тени тени я слегка прижму я хочу получить вот такой вот черный благородный цвет дальше я прям совсем чуть-чуть приберу насыщенность минус 8 так теперь давайте придем световой баланс и найдем какое-то вот такое сбалансированное самое оптимальное отношение между светом и тенью тени должны быть темные но они должны все равно читаться тем не менее объем фотографий должен быть ну это на мой вкус так и контраст здесь как говорится уже на любителя фотографий можно сделать и слегка помягче ослабив контраст пожалуй на этом все давайте кликнем галочку и так давайте посмотрим какая фотография была после lightroom но до обработки снапсид и какая она стала уже после обработки снапсид мне кажется что совместная обработка кривые и снапсид дают очень неплохой результат теперь мне эту фотографию не стыдно разместить в инстаграм друзья я надеюсь что после этого видео вопросов с кривыми стала у вас гораздо меньше и вы теперь более правильно более точно и более эффективно будете подбирать цветовые схемы и обрабатывать тонировать ретушировать ваши фотографии для того чтобы удивлять и поражать ваших зрителей и если видео было полезным не забудь поставить лайк поделиться этим роликом в соцсетях и конечно же если не подписан обязательно подпишись чтобы в будущем не пропускать нужные полезные уроки по обработке твоих замечательных фотографий она это друзья все желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч а